Гипсовая фигура на гранитном постаменте, покрытая бронзовой краской, появилась перед зданием Управления внутренних дел в 2007 году, как раз в то время, когда областной милицией руководил Иван Ступак. Говорят, Иван Иванович лично заказал крылатую статую, так что скульптор, вольно или невольно, придал ей внешнее сходство с влиятельным заказчиком. Правда, на горожан скульптура большого впечатления не произвела. Видите памятник вот там? Написано «Закон и честь». А кому это памятник, вы не знаете? Нет. Кому это памятник поставили? Ой, не знаю, какому-то милиционеру. Какому? Не знаю, честно говоря. Символ из гипса обошелся управлению в полтора миллиона гривен, что в разы превосходит его реальную стоимость. Сотрудники управления тут же подметили, что когда в кабинетах у Аперова отключают телефоны за неуплату, швырять деньги на ветер – непозволительная роскошь. В общем, у стражей правопорядка собирательный скульптурный образ днепропетровского милиционера понимания не нашел. Острословы из УМВД окрестили изваяние шизокрылым серафимом, явно намекая, что их шеф, далекий от насущных милицейских проблем, витает в облаках. Для таких выводов у подчиненных ступака были достаточно веские основания. С первых дней пребывания в должности Иван Иванович принялся создавать нетрадиционное и, как показало время, совершенно ненужное подразделение – конную милицию, элит Беркут, 9-ю роту, 10-ю роту, грозу. Комплектовались эти потешные полки за счет других действительно важных служб – участковых, уголовного розыска, следствия. Постоянное мелькание на телевидении и в прессе стало еще одной фирменной чертой нового начальника УМВД. Ко дню журналиста он устроил для Коупера пышный прием в боулинг-клубе. Однако те, кто позволял себе критические высказывания в адрес милицейского начальства, быстро почувствовали на себе цепкую руку шизокрылого полковника. Именно при ступаке Днепропетровская милиция, пожалуй, впервые за свою историю стала судиться с прессой. К счастью для журналистов, многотысячные иски были отклонены бабушкинским райсудом. Но апофеозом непрофессионализма Ивана Ступака стала нашумевшая история с Днепропетровскими маньяками. Когда жестокие убийцы уже развернулись на всю катушку, начальник УМВД продолжал заверять общественность, что ни о какой серийности преступлений не может быть и речи. Тем временем очередной труп списывали на несчастный случай или вешали на подвернувшегося бомжа. Когда же криминальную троицу удалось наконец задержать, Иван Ступак не придумал ничего лучшего, как публично продемонстрировать фотографии маньяков на спешно созванной пресс-конференции. По мнению специалистов, этот неразумный шаг значительно осложнит задачи следствия, ведь возможные пособники маньяков таким образом были предупреждены об опасности. Цепь постоянных ошибок привела к тому, что новый министр поспешил избавиться от неквалифицированного руководителя УМВД. На вершине своей карьеры Иван Ступак, никогда раньше не поднимавшийся выше зама, пробыл всего 11 месяцев. И отличился, пожалуй, лишь тем, что стал единственным за последние 40 лет начальником Днепропетровской милиции, который так и не дослужился до генерала. Уволенного полковника и его друзья из партии регионов быстренько пристроили на непыльную должность зампреда облсовета по координации работы правоохранительных органов. Чем на этом посту занимается Иван Иванович, доподлинно неизвестно, так как бывшие коллеги из СБУ и МВД контактов с ним принципиально избегают и координаторам не признают. Зато на общественном поприще в качестве лидера организации «Закон и честь» Иван Ступак стал демонстрировать небывалую активность. Вот что по этому поводу, например, пишет газета 2000. С большой помпой активисты закона и многочисленные волонтеры за полгода зачистили от мусора, высадили деревья в нескольких старинных парках. Правда, злые языки утверждают, что на благоустройство Севастопольского парка бюджетные деньги выделил конкретно Жавтневый райисполком. Впрочем, как бы там ни было, зачистка парков – дело слишком обременительное. И ближе к концу года Иван Иванович переключился на чисто пропагандистские мероприятия. Например, не так давно организация «Закон и честь» начала бессрочную акцию «Покупаем украинское». Бессрочную громко сказано. На самом деле, несколько десятков нанятых студентов в течение нескольких часов раздавали у входа в гипермаркет метро листовки с призывом бойкотировать иностранные товары. Горожане на конъюнтурные призывы никак не отреагировали и продолжали покупать проклятый импорт. Тем более, что перед Новым годом торговые сети объявили беспрецедентные скидки. Здравствуйте! Скажите, два слова. Вы вот сейчас купили товары отечественные или импортные? Импортные. А почему вы купили импортные сейчас? Потому что наших нет хороших. Другая акция, и тоже, заметьте, бессрочная, да к тому же еще и антикоррупционная, должна была состояться у здания управления СБУ в Днепропетровской области. В ней, согласно заявке, подписанной Ступаком, намеревались принять участие до 600 человек. Горсовет, чтобы не перекрывать движение по улице Чкалова, предложил пикетчикам собраться в парке Глобы. На том разрекламированная акция и заглохла. Несмотря на потраченное время и деньги, Иван Ступак так и не добился популярности у горожан, которые в массе своей ничего не знают о потенциальном кандидате в мэры. Вы знаете что-нибудь о таком человеке, как Иван Иванович Ступак? Не знаю. Какого? Иван Иванович Ступак. Не знаю. Ничего не слышал? Ничего не слышал. Нет, простите, не знаю. А я не знаю. Не знаете о таком? Нет. Многие задаются вопросом, откуда у бывшего силовика, который всю жизнь проработал на государственной службе, деньги на предвыборную кампанию. Ведь если Сергей Карпенко финансирует коньячные и строительные магнаты, то Иван Ступак в близкой дружбе с крупными бизнесменами не замечен. Однако следующие люди утверждают, что предприимчивый полковник на руководящих постах в СБУ и МВД зря времени не терял. Одной рукой он экспроприировал недобросовестных предпринимателей, а другой сколачивал собственную бизнес-империю, оформляя коммерческие структуры на членов своей семьи. Так, на данный момент жена Ивана Ступака Лидия Петровна является соучредителем общества с ограниченной ответственностью Global Business, Cassiopeia, Glover, Gang, Prodexip. Его зять Виктор владеет фирмами Александра и Аста. Дочь Александра, в свою очередь, соучредитель ООО «Гриль-2», расположенного в самом центре города, на улице Баррикадная-1. Об этом предприятии стоит поговорить особо, так как оно составляет костяк семейной бизнес-империи. Именно на «Гриль-2» оформлена сеть кафе «Кокос», охватывающая улицы Комсомольскую, Жуковского и Мечникова. А также кафе «Кокао», «Кабаре» и «Шарман», располагающиеся на «Баррикадной-1». Рядом крытый цветочный рынок, земля под которой сдана в долгосрочную аренду все тому же ООО «Гриль-2». Но главное, по адресу Баррикадной-1 зарегистрирована организация «Закон и честь», главой которой, напомним, является Иван Ступак. Очень удобно для человека, который бурную общественную деятельность совмещает с не менее бурной коммерцией. Множество помещений по Баррикадной-1 сдается в аренду, принося к ванну Ступаков солидный доход. Достаточно сказать, что арендная плата за один квадратный метр площади составляет в среднем 500 долларов в год. Но достигнутого достатка Ивана Ивановича оказалось мало, и около года назад была затеяна глобальная реконструкция здания. Работы не закончены до сих пор, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что стройка стала головной болью для тысяч горожан. И дело даже не в том, что машины со стройматериалами периодически создают заторы на проезжей части. В ходе реконструкции оборотистые хозяева отхватили большой кусок городского тротуара, соорудив на его месте террасу со ступеньками, и теперь пешеходам хочешь-не хочешь приходится форсировать эту искусственную преграду. Естественно, городские власти на приватизацию тротуара согласия не давали. Бесцеремонность Ступака и его родственника повергла в шок даже видавших виды строительных воротил. Что уж говорить о простых людях. Вам нравятся вот эти ступеньки, эта терраса? Нет, мне нравятся, можно убиться. В справедливости ради отметим, что двуличие черта присуща не только Ивану Ступаку, но и большинству из его конкурентов на пост мэра. Только вряд ли у кого этот моральный дефект проявляется столь же ярко, как у Ивана Ивановича. Взять хотя бы его призывы к бойкоту импортных товаров. Если они искренне, то почему тогда полковник во время работы в МВД перемещался не на Таврии или Ланосе с Мелитопольским движком, а на японской Тойоте Авалон? Но это еще цветочки. На супругу Ступака Лидию Петровну записаны престижные иномарки Volvo S80, Lexus RX 350 и 500-й Мерседес. Дочь Александра владеет внедорожником премиум-класса Мерседес МЛ-350. И это далеко не полный список семейного автопарка, стоимость которого исчисляется сотнями тысяч долларов. Мы решили заглянуть в одно из семейных кафе, где нас тоже ждал сюрприз. В баре из напитков отечественного производства обнаружилось только артемовское шампанское. Остальной алкоголь от текилы до виски был сплошь импортным. На кого тогда рассчитана дешевая операция ступака? Впрочем, числятся за Иваном Ивановичем грешки и посерьезнее публичного вранья или захвата в городской земли. Из надежных источников в силовых структурах нам стало известно, что предприятие Укрпакен, расположенное на улице журналистов 9М и учрежденное доверенным лицом ступака Олегом Максимовым, в течение длительного времени занималось махинациями с незаконным возвратом НДС. А это уже чистая уголовщина. Когда правоохранители криминальный клубок, Олег Максимов ударился в бега, но был задержан и арестован. Ведется следствие и по другим делам, к которым так или иначе может быть причастен бравый полковник. И вполне возможно, в обозримом будущем вместо удобного кресла мэра его ждет жесткая скамья подсудимых.